Купили себе еще одного бойца Нам нужен был мощный трактор Эль-проблема Мы уже подняли трактор Есть еще техника Не от большого ума было сделано Дискатор мелиориативный Он мне по пояс полностью установили КамАЗ Смотрите, как крутится Морчит А в пятой серии наконец-то у нас появятся Сроки, планы А третий останется в секрете Всем привет А зрителям из Мордовии Шумбрат Вы на канале НИСОВХОЗ Возможно, вы впервые меня видите Или следите за нашей жизнью Но я вам сейчас еще раз напомню Мы без опыта работы в сельском хозяйстве Пытаемся с нуля построить бизнес Имея только земельные участки И развалины в виде зданий Конечно, за какое-то время работы Мы успели обзавестись техникой И оборудованием А также посеять 600 гектар азимой пшеницы Но посеять еще не значит собрать Только не удивляйтесь мою внешнюю виду Я так каждый день на работу не хожу Я сегодня был в администрации И встречался с главой района Впереди нас ждет огромное количество проблем И препятствий Такие как быстро погоды Или глобальный кризис Вместе с которым приходит удорожание цен на удобрения И запчасти И в связи с этим Понимание, как продавать нашу азимую пшеницу Просто не укладывается А также Не нужно забывать про гесальскую муху Которая осенью начала активно есть нашу азимую пшеницу И там много-много чего еще Если я буду все перечислять Я просто загрущу Сегодня мы приоткроем для вас наши планы на будущее Еще три года назад я познакомился со структурой ведения бизнеса в сельском хозяйстве А именно структурой полного цикла Что это значит, я вам сейчас расскажу Предприятие должно включать в себя комплекс отдельных предприятий Которые друг друга поддерживают К примеру А. Это производство семян для самостоятельной их высадки То есть не нужно закупать у кого-то семена Ты их сам производишь и сам потом сеешь Б. Это продажа тех самых выращенных семян Продажа их на элеватор, либо на мельницу В. Это производство продуктов питания или иных каких-то продуктов Из тех семян, которые вы собрали Г. Это реализация тех самых продуктов Допустим, в сетевых магазинах, либо это куда-то в рестораны На оптовые базы, на фермы При таком формате работы, когда в одну большую структуру включены Несколько более маленьких структур При просадке одной из структур Другая структура, более устойчивая, идет ей на помощь То есть финансово, либо как-то иным способом Давайте разберем на примере продажи макарон У вас есть магазин, и вы продаете в этом магазине макароны Но в определенный момент приходит конкурент И начинает продавать макароны по более низкой цене Естественно, вы начинаете работать в убыток Так как вы закупаете эти макароны У вас же не подешевела закупочная цена А нужно продолжать платить зарплату работникам Платить коммуналку и аренду Итог какой? Банкротство Однако, когда у нас полный цикл предприятий Мы можем попробовать перестроить бизнес-процессы в магазине Или перестроить, или как-то обыграть бизнес-процессы в других структурах нашей цепи Тем самым мы можем сравнять цены с конкурентом Или ждать, пока конкурент просто не выдержит и отвалится Но там дальше долго и нудно, это и есть рыночные отношения Из этого следует, что полный цикл производства дает нам самое главное А именно это первое время, а второе возможность Так как у нас нет такого огромного финансирования Для создания предприятия полного цикла И мы делаем все, ну прям практически все за свои деньги То планы планами, а жить нужно реалиями Поэтому я хочу представить вам комплекс предприятий и мероприятий Которые мы хотим организовать при нашем хозяйстве Фу, блин, холодно, я все, не могу больше так сниматься Пойду переоденусь Так, я переоделся, теперь я не мерзну И мы продолжим экскурс по нашим планам Так как у нас база находится в ужасном состоянии И ремонта требует все здания без исключения Первым нашим пунктом будет полное восстановление И облагораживание базы АПК-ресурс Второе, это создание теплиц и выращивание овощей, фруктов и ягод Я все чаще захожу в фермерские маленькие магазинчики Предпочитая их большим сетевым И подумал, почему бы не сделать свою собственную теплицу Где можно выращивать овощи, фрукты Но не стоит думать, что все это останется в размерах одной теплицы У нас очень большие планы на это направление Третье, это животноводческая ферма Так как у нас есть инфраструктура для создания такой фермы Но она не используется То есть у нас большинство коровников стоят просто без дела Мы решили начать разводить овечек, барашков, может быть, свиней, кур У меня там, кстати, еще страусы я бы хотел завести Но меня что-то все отговаривают Говорят, что типа это Но я своего добьюсь, все равно я его себе заведу Один будет бегать или развлекаться Что из себя подразумевает поначалу ферма? Это подсобное хозяйство для разведения животных Чтобы обеспечивать нужды фермы Кормить рабочих, да и самим питаться Как вы знаете, сейчас найти хорошее мясо очень тяжело И это целая проблема Четвертое, это открытие своего фермерского магазина Вот все, что я до этого перечислял Это было все-таки направленное на развитие самой фермы мероприятия А тут я уже преследую прям конкретно коммерческие цели Все те магазины, которые я до этого посещал Их внутреннее наполнение, атмосфера в магазине Как сделаны полки Оставляют за собой желать лучшего У меня вообще складывалось впечатление Что все работают по какой-то франшизе рынка Не хватает только на холодильниках свиных голов И вообще было бы прям идеально Но я посещал и те магазины, где все было настроено очень хорошо Красивые полки, красиво все выстроено Приятно заходить И вот в таких магазинах мне и пришла в голову идея открыть свой Под пятым пунктом у нас идет площадка по ремонту Восстановлению и продаже сельскохозяйственной техники и оборудования Ни для кого не секрет, что это уже такой налаженный бизнес Все и так ремонтируют сельскохозяйственную технику Есть даже официальные компании Но я лучше расскажу про восстановление сельскохозяйственной техники Мы будем покупать разбитую технику Где-то ее брать с торгов Где-то просто покупать в деревнях И восстанавливать ее в идеал Почему бы нет, если у нас имеются все для этого мощности Шестое – это деятельность в информационной сфере Что это значит? Вы сейчас и так в ней принимаете активное участие Если смотрите мой блог А в общих чертах – это брендирование нашей техники Это брендирование нашей одежды Участие в общественной жизни нашего села, где находится наша ферма Участие в общественной жизни республики Мордовия Благотворительность Даже открытие спортивных секций тоже подходит под наш пункт информационного развития И последний пункт нашего списка мероприятий – это инфраструктура В нее входит создание базы отдыха Контактная ферма или зоопарк Покупка и реставрация сельских домов и создание отелей И, возможно, создание своего ресторана Вот список мероприятий, которые я хотел, прошу отметить, что хотел завершить до 2025 года Но сейчас такая ситуация, что непонятно, что делать и непонятно, за что браться Куда бежать? Но мы, ребята, упорные и упертые Поэтому мы будем идти до конца В прошлой серии мы обещали вам рассказать о сроках И сейчас я вам их нарисую Смотрите, у нас появляется вот такая линия Это линия рабочих процессов Тех процессов, которые мы должны выполнить обязательно и четко по плану Иначе вся наша деятельность просто рухнет И мы соберем не пшеницу, а солому Или кормовую пшеницу Смотрите, сейчас мы обозначим на этой линии 4 точки Раз, два, три, четыре Первая точка – это сев яровых культур Который должен пройти в течение 7 дней А точка – это 10 апреля Так как сельскохозяйственный сезон начинается с 1 апреля У нас республика Мордовия, он слегка сдвинут И мы точку обозначим числом 10 апреля Вторая точка – это сбор азимой пшеницы Которую мы посеяли еще в том году Следующая точка, третья Это сбор яровой пшеницы Ну или сбор яровых культур Потому что мы еще хотим посадить ячмень И самая последняя точка из наших четырех основных Это сев азимых культур На будущий год В свою очередь перед вами график С нашими планами И между этими точками, естественно, есть другие рабочие процессы Которые мы будем вам в течение этого года показывать и рассказывать И в этот, так сказать, график добавятся еще точки, 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 точки Но об этом позже Также, так как у нас первая точка – это 10 апреля Последняя точка является датой 1 ноября Это завершение официально сейс-хозяйственного сезона И от первой точки до последней У нас с вами появляется календарь По которому мы будем отслеживать отставание от графика Тем самым вы будете понимать, что где-то мы немножечко прошляпили А теперь к главному Я рассказал вам о наших планах, о сроках и мероприятиях И теперь у нас нет возможности просиживать дома штанишки Или лежать с бокалом чего-то игристого на берегу моря Мы должны бежать вперед паровозы И сегодня мы начнем с развития шестого пункта из нашего списка мероприятий И поедем в магазин заказывать спецодежду для наших сотрудников Я начал пересматривать ролики И моя команда, как бы я там не шутил, что они пиратская команда Но они реально пиратская команда Пришло время все-таки заказать брендированную одежду Чтобы у нас все были опрятные, аккуратные, красивые А это не отстегивается, да, здесь рукава? В принципе закупились, осталось счет оплатить Оплатили счет за форму По итогу я заказал 9 комплектов Это куртки и комбинезоны летние Помимо этого я еще заказал форму для охраны Не очень, конечно, и дешево, но что поделать Нужно, нужно, чтобы все выглядели прилично И всем было как минимум удобно Для вас прошло буквально 1-2 секунды А для нас прошла целая неделя И нам уже привезли готовую спецодежду Для наших работников Пойдемте забирать Здравствуйте Одежда Тяжелая Вот, это изначально То, что смотрел, но их нет Они там великие? Они мне велика Классно Поехали На что не поешь, ради сотрудников? Тяжелая Так, все, едем на ферму Мы забрали нашу форму Наконец-таки Сейчас будет примерка Посмотрим, как мы угадали с размерами Или не угадали И как выглядит наш новый стиль Команды Несофос Поехали Забрали коров Сейчас будем примерять Угадали бы с размерами Или не угадали Вот это твое Эту кухню Попробуй вот это еще Понимаешь? Если вот это будет тебе так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное правило моей жизни Порядок дома Порядок в голове Так как ферма наш дом Мы решили начать с нее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и сделали первый шаг На пути к развитию И приведению к идеалу нашей фермы Теперь Мы не пиратская команда А вполне себе Приличные фермеры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце этого ролика Я бы хотел сказать Что не важно Неважно, чем вы занимаетесь Неважно, что вы делаете Главное Это любить свое дело И каждый день С улыбкой до ушей Бежать заниматься этим С вами был Павел Шершаков И команда НИСОВХОЗ Мы Начинаем Новый сезон 2022 Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо, что нас смотрите и поддерживаете на YouTube Также мы переехали на новые площадки Такие как Яндекс.Дзен Рутуб И ВКонтакте Все ссылочки можно найти в описании под данным роликом Ну а мы с вами не прощаемся До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова